Все на бокс! Такое предложение получили обучающиеся средней школы номер 39 областного центра от депутатов Тверской городской думы. Своё предложение парламентарии подкрепили открытой тренировкой, которую для учеников провели тренеры-воспитанники школы Олимпийского резерва по этому виду спорта. По сути, это была и открытая тренировка, и мастер-класс. Воспитанники школы Олимпийского резерва не только продемонстрировали своё мастерство, но и предложили ученикам самим попробовать себя. Это новая форма пропаганды спорта. Спорт-школы сами приходят в школы общеобразовательные и презентуют свои виды спорта, для того, чтобы детишки больше узнали о виде спорта, сделали для себя выбор, пошли заниматься в секцию. Среднюю школу номер 39 в качестве места проведения этой акции выбрали не просто так, ведь общеобразовательное учреждение находится в густонаселенном жилом массиве. Школа находится в центре агломерации. Здесь рядом у нас и 27-я школа большая, и 33-я школа. Поэтому как вот некий центр такого спортивного развития. Вид спорта тоже выбрали не случайно. Бокс давно имеет огромную популярность на Тверской земле. Только в школе Олимпийского резерва занимаются сотни человек, а по области и того больше. У нас боксом занимается около 2,5 тысяч человек в области. У меня в школе только 560 ребят, которые занимаются уже, можно сказать, профессиональным боксом. Депутат Илья Холдов знает о боксе не понаслышке. Он с 14 лет занимается этим единоборством. Даже сейчас, несмотря на повседневные заботы, которых у парламентария всегда немало, он находит время, чтобы выйти на ринг. Последний раз я выступал, мне было 33 года, это в декабре было. И это дает прежде всего развитие тактических, стратегических образов мышления. А второе, это учит его быть смелым, быть осторожным и вместе с тем быть честным с самим собой. Когда ты выходишь в ринг, ты остаешься один на один, прежде всего с собой и со своим противником. Депутаты городской думы отметили, что такие акции они будут проводить и впредь, привозя в гости к школьникам представителей того или иного вида спорта. Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть и даже попробовать самому, чем сто раз услышать. Продолжение следует...